Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 2 ноября, и своеменинно отмечают православные христиане, нареченные в честь святых. Артемия, Германа, Зосимы, Николая, Леонида, Иоанна, Александра, Михаила, Петра, Павла. Пусть мир и Божие благословения пребывают с вами, дорогие именинники. Я желаю вам радости и помощи Божьей в добрых делах и благих начинаниях. Сегодня Православная Церковь совершает День памяти великомученика Артемия. Святой великомученик Артемий был одним из выдающихся военачальников правления равноапостольного царя Константина Великого, а затем его сына и преемника Констанция. Артемий имел много наград за отличную службу и отвагу. Был поставлен наместником Египта. В этой должности он много сделал для распространения и укрепления христианства в Египте. Императора Констанция на престоле сменил Юлиан. Император-отступник, желая возвратить язычество, вел непримиримую борьбу с христианством, отправляя на смерть сотни христиан. В Антиохию по приказу истязать двух епископов, не желавших отречься от веры Христовой. В это время в город пришел святой Артемий и всенародно обличил Юлиана в нечестии. Разгневанный отступник подверг святого жестоким пыткам. После этого великомученика бросили в темницу. Во время молитвы, которую святой возносил ко Господу, ему явился сам Христос в окружении ангелов и сказал, «Мужайся, Артемий, я с тобой и избавлю тебя от всякой боли, какую причинили тебе мучители, и уже готовлю тебе венец славы. Ибо как ты исповедовал меня перед людьми на земле, так и я исповедую тебя перед Отцем моим небесным». Итак, будь мужественен и радуйся, ты будешь со мною в моем царстве. Услышав этот голос от самого Господа, великомученик обрадовался и стал горячо благодарить и словословить его. На следующий день Юлиан потребовал, чтобы великомученик Артемий признал языческих богов. Встретив решительный отказ, император прибег к пыткам. Подвижник перенес все без единого стона. Святой предрек Юлиану, что скоро тот получит справедливое возмездие за зло, причиненное им христианам. Отступник разъярился и прибег еще к более лютым пыткам, но они не сломили волю мученика. И тогда святой Артемий был обезглавлен. Останки святого мученика были погребены христианами. После кончины святого великомученика Артемия сбылось его пророчество о скорбной гибели Юлиана. Юлиан со своим войском вышел из Антиохии для сражения с персами около персидского города Катезифона. Ему встретился старый перс. Он обещал передать соотечественников и быть проводником войску Юлиана. Но старик обманул отступника и завел его войско в Карманицкую пустыню, в непроходимые места, где не было ни воды, ни пищи. Истомленный голодом и жаждой греко-римское войско Юлиана было вынуждено вступить в бой со свежими силами персов. Божественное возмездие настигло здесь и самого отступника. Во время битвы он был смертельно раден невидимую рукою, незримым оружием. Юлиан тяжело застонал и, умирая, произнес «Ты победил, Галилеянин!» После гибели императора, отступника, мощи святого великомученика Артемия были с почестями перенесены из Антиохии в Константинополь. Дорогие братья и сестры, пусть мир и Божие благословения пребывают с вами! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...